Продолжение следует... Могила поклонников... ...что в судный день люди, когда будут в сложности, они пойдут просить помощи у Адама, алейхиссалату ассалам. То есть, аль-истигаса. Здесь у них фастагасу би Адама. Они обрадовались слову именно истигаса, просьба о помощи. И посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, сказал, истагасу би Адама. Тогда они попросят помощи у Адама. И вот это вот слово, они вцепились в это слово и обрадовались этому слову, субханаллах. И теперь они, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, сказал, что люди в судный день придут к Адаму, алейхиссалату ассалам. Адам скажет на все, на все, что он беспокоится за себя. Что Аллах, субханаллах, сегодня настолько разгневался, настолько сильно разгневался, что до этого, подобно этому, он не гневался. И после этого тоже не будет так же гневаться. И теперь, затем они пойдут к Нуху, алейхиссалату ассалам, как Адам им скажет, то есть идите к первому посланнику Нух, алейхиссалату ассалам, первый посланник, который был отправлен к народу, когда в его народе люди стали поклоняться праведникам. То есть они сделали памятники, затем эти памятники превратили в идолы. Мы это уже не раз обсуждали. Затем Нух, алейхиссалату ассалам, также отправит их к Ибрахиму, скажет, что он не в силах что-либо сделать. Они, чтобы понимали, люди приходят к этим пророкам, чтобы они просили у Аллаха, чтобы они просили у Аллаха, чтобы Аллах, субханаллах, даровал им покой и освободил от этих трудностей, которые в судный день. И теперь, после этого, Ибрахим, алейхиссалату ассалам, Адам, алейхиссалату ассалам, вспомнит про то, то, что он съел запретный плод. То есть, какой плод, с какого дерева, нам это даже не интересно, это не сказано. Если бы в этом была бы какая-то польза, было бы сказано. Затем они пойдут к Нуху, алейхиссалату салам. Нух вспомнит то, что он сделал дуа против своего же народа. Затем, опять же, Оля Тазар, то есть, Нух, алейхиссалату салам, сказал, не оставляй из них никого, о Аллах. Затем они пойдут к Ибрагиму, алейхиссалату салам. Ибрагим вспомнит то, что он сказал, что он сказал про солнце, это мой Господь, что он сказал, то есть, то, что он солгал для даавата, для призыва. Но все это было сделано для даавата, и все же это была ложь, так как ни солнце, ни луна, ни звезды не являются господами, ни богами. Олеллах и الحамд. Он вспомнит про это. То есть, затем Муса, алейхиссалату салам, Муса вспомнит то, что он убил человека. Также скажет, Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Фаваказаху Муса факадо алейхи». Муса ударил его и убил. То есть, фаваказаху Муса факадо алейхи. Муса ударил его кулаком и убил. Но суфисты говорят, нет, Муса его не убивал. Муса его ударил, он упал, виском ударился о камень и сам скончался. То есть, виноват камень не Муса. Но Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Фаваказаху Муса факадо алейхи». Муса ударил его кулаком и убил его. Именно факадо алейхи убил его. Затем они придут к Исе, алейхиссалату ассалам. Муса отправит их к Исе. Когда они придут к Исе, Иса также скажет, что он не в силах ничего сделать, что он за себя беспокоится. Но здесь пророк, алейхиссалату ассалам, не упомянул никакой грех. Затем, «Факуллюхум я'тазируна хатта янтагу иля Расули Лаги», салаллаху алейхи ассалам. Они же все, все эти люди, то есть, мы, то есть, в тот день, то есть, все сподвижные, все пророки, все пророки, они скажут, что они не могут ничего поделать. И все придут уже, все люди придут к пророку Мухаммаду, алейхиссалату ассалам. И посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, скажет, «Ана лага, я, я заступлюсь за вас». То есть, Аллах, субханаху ата'аля, даровал мне заступничество за вас. И затем, посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, говорит, «Фаятуни», они придут ко мне. То есть, его умма, его община, да сделает нас Аллах из них. «Фаятуни фаамталику фааати робби». Затем я отправлюсь к своему Господу. «Фаизара айту харарту лягу саджидан». И когда я увижу своего Господа, Аллаха, субханаху ата'аля, то я паду перед ним ниц, сказал посланник Аллаха, «Я паду перед ним ниц». То есть, посланник Аллаха, не говорит, «Давайте, идите сюда, все, я все решаю». Нет. Даже это не говорит посланник Аллаха в тот день. Он говорит, «Я приду к своему Господу, и когда я его увижу, я паду перед ним ниц». И Аллах, субханаху ата'аля, дарует мне восхваление, чтобы я имя его восхвалял, которые сегодня я не знаю, говорит посланник Аллаха, алейхи салата сана. И тогда посланнику скажут, «Ирфа ра'сака вассаль ту'та вашфа'ту шафа». «Подними свою голову». То есть, он упал ниц перед Аллахом, субханаху ата'аля. И теперь посланнику скажут, «Поднимись, проси, и тебе дадут». «Ла иляхи ла ла ла. Заступись, и твое заступничество, иншаллах, будет принято». Аллах, субханаху ата'аля, примет его заступничество. То есть, мы должны понимать, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, в тот день не сделает ничего от себя. Посланник Аллаха придет к Аллаху, субханаху ата'аля, будет восхвалять его, и затем пойдет перед ним ниц, и Аллах, субханаху ата'аля, дарует ему заступничество за его общину. Но мы должны понимать, а, теперь, Теперь эти люди, они что сказали? То есть могилопоклонники. Те люди, которые тем или иным образом практикуют могилопоклонничество. Они сказали, И это указывает на то, что просьба о помощи кого-либо помимо Аллаха не является причислением Аллаху со товарищей. То есть представьте, как они сравнили эти два действия, Субханаллах. Идентичные, полностью совместимые действия они разделили. Когда они говорят, мы не поклоняемся им, мы просим их, чтобы они заступились за нас. Мы просим у праведников, чтобы они приблизили нас к Аллаху, чтобы они заступились за нас. Мы им говорим, то же самое говорили Абу Джайль, то же самое говорили те многобожники, ваши предшественники. Они то же самое говорили. Они говорили, Мы им поклоняемся лишь для того, чтобы они сильно приблизили нас к Аллаху. То есть здесь они попытались, сегодняшние наши современники-многобожники, попытались провести какое-то различие между их действиями и действиями их предшественников. Но когда здесь нет никакого, то есть вообще нельзя никак совместить вот эти вот два действия, которые мы сейчас обсуждаем, сейчас они хотят сказать, что это то же самое. И они говорят, то, что в Судный день люди будут приходить к Адаму и впоследствии к Мухаммаду, алейхиссалату ассалам, ко всем пророкам, которые были упомянуты, то есть это указывает на то, что то, что они истигаса там делают, то, что они просят помощи у этих пророков, это указывает на то, что истигаса, то есть просьба о помощи не является ширком. Субханаллах. Ответ. Сначала скажем. Причист тот, кто запечатал сердца своих врагов. Субханаллах. Касательно просьбы помощи у Сотворенного в том, что он может сделать, мы это не отрицаем. То есть Ахлю Суннати Вальджама'а это не отрицают. Кама кала Та'ала фи кссати Муса, подобно тому, как Аллах Субханаллах сказал в истории Мусы, фастагаса ху лязи мин ши'атихи аля лязи мин адувихи. Когда люди, когда Муса, алейхиссалату ассалам, пришел в Египет, то есть был в Египте, он увидел, что один из евреев дерется с коптом. И тогда еврей, который является одним из народа Мусы, алейхиссалату ассалам, попросил помощи у Мусы, алейхиссалату ассалам, попросил помощи у Мусы против тех, против того, кто из народа его врагов, против копта. И вот теперь они говорят, теперь Муса, алейхиссалату ассалам, не просил бы помощи, если бы это было, то есть или у Мусы не просили бы помощи, и Муса не помог бы, если бы это было ширком. Также они говорят, что Аллах Субханаллах, вот это вот уже правильно, что Аллах Субханаллах привел эту историю и не порицал ее. Здесь мы как ответ. Когда Муса, алейхиссалату ассалам, просьба помощи у Мусы была просьба помощи у живого человека, который может помочь, и мы это не отрицаем. И, например, то есть подобно тому, как человек может попросить помощи у своих товарищей, на войне, или в других, я не знаю, поднять что-то, какой-то шкаф на какой-то этаж, или подтолкнуть машину, или что-то еще. То есть помощь, попросить помощи, которую эти люди могут оказать этому человеку. Здесь аглю суннаты и аль-джама'а это не отрицают. И это вообще не имеет отношения к тому, что мы говорим, Субханаллах. То, что мы порицаем, это их поклонение посредством просьбы помощи у могил праведников. Вот то, что мы отрицаем. А то, что человек, живой человек, который может тебе помочь, просьба у него помочь в том, что он может сделать, это непорицаемо. Но, например, сидит перед тобой человек, живой человек, и ты просишь у него даровать тебе здоровье. То есть не аспирин, не аналгин, а именно здоровье даровать тебе. Это является ширком, потому что это не в его руках, братья. Но помочь полечить тебя, не излечить, а лечить тебя, это не является ширком, если тот человек врач. Потому что это его профессия. Или же в отсутствии этих людей. В вещах, которые не могут сделать и не может сделать никто помимо Аллаха, Субханаллах. В вещах, которые не может совершить или сделать никто помимо Аллаха, даже в присутствии просить это ширк, как мы сейчас привели пример. Но шейх, рахима Аллаху та'аля, этими словами указывает на то, что сегодняшние могилопоклонники, они не просто просят у отсутствующих что-то, или же у умерших что-то. Они вдобавок к этому просят вещи, которые эти мертвые и так не могут совершить, но они просят вещи, которые никто не может совершить помимо Аллаха, Субханаллаху та'аля. То есть настолько, настолько они заблудились, настолько они следуют своей страсти. Одна из причин заблуждения – это следование своим прихотям. Но самое интересное то, что как можно, следуя прихотям, приобщать Аллаху Субханаллаху та'аля со товарищей? В чем, например, если человек как-то хочет себе разрешить спиртные, алкогольные напитки, если человек алкоголик, то здесь это в чем-то, это его прихоть, это его страсть, он любит. Я не знаю, если человек хочет какие-то выигры какие-то ненормальные играть, это можно как-то еще сказать, что да, это человек, ему это нравится, здесь он какие-то хорошие, здесь он проводит хорошо время. Но касательно ширка, как может, как может человек вообще полюбить ширк? И за сабата залика, если мы это поняли, то есть если мы поняли, что мы отрицаем или же мы порицаем, то есть ахлю с суннати вал джамаа, порицают то, что они совершают у могилы, или то, что они просят у отсутствующих. То есть именно поклонение в форме просьбы, то, что мы порицаем это, а не то, что мы порицаем то, что человек может помочь. Мы не порицаем то, в чем человек может помочь. Люди, просьба помощи людей у пророков в судный день, вообще что это означает? Это означает, что они хотят, чтобы пророки просили у Аллаха, рассчитать людей побыстрее, и чтобы те, кто достойны быть обитателями рая, чтобы они получили покой, чтобы они быстро получили покой и отдохнули от трудностей судного дня. Вот что они их просят. А это можно, то есть это дозволено и в мире, и в нашем мире, и в будущей жизни. Как это бывает? Ты приходишь к человеку живому, который сидит с тобой, слышит тебя, то есть этот человек, ты его считаешь праведным человеком, инша Аллах. И ты ему говоришь, попроси, сделай за меня дуа, попроси Аллаха за меня. Подобно тому, как сподвижники пророка просили посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, при его жизни. То есть они тоже приходили к нему. Например, Рукашат и Абнумихсан сказал, «Я, Расул Аллаху, оду Аллаха, оду Аллаха, а не джалани минхум». «О, посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он сделал меня из числа тех 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета и без наказания». И посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, попросил Аллаха и сказал, «Анта минхум ты из их числа». Но касательно, но после его смерти, после смерти пророка, алейхиссалату ассалам, они чисты от этого, и они никогда не просили его ни о чем у его могилы. И те хадисы, якобы, которые приходят, что один кто-то пришел к могиле пророка, алейхиссалату ассалам, когда их постигла засуха, и попросил у пророка, алейхиссалату ассалам, сказал ему, «О, посланник Аллаха, попроси Господа даровать нам дождь». Хотя при жизни пророка, алейхиссалату ассалам, пришел бедуин и сказал, «О, посланник Аллаха, сейчас весь урожай под опасностью, животным нечего есть, попроси у Аллаха, чтобы он даровал нам дождь». Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, попросил, и целую неделю лился дождь. Что пришел этот бедуин снова и сказал, «О, посланник Аллаха, дождь слишком силен, попроси Аллаха, чтобы он облегчил его. И посланник Аллаха попросил и Аллах облегчил этот дождь. Но после его смерти, да, есть этот хадис, который приводится, и которым руководствуются могилопоклонники. Что какой-то человек пришел к пророку на могилу и сказал ему, о посланник Аллаха, попроси Аллаха даровать нам дождь. И что этот человек увидел пророка во сне, и пророк Алихи Салатус там сказал этому человеку, приди к Умару, и затем мы вернемся к этой истории. Но этот хадис, они чем радуются? Радуются тем, что Ибн Хаджр Аль-Ас-Калани и Имам Аз-Захаби, рахима хумаллаху, сказали, что цепочка этого хадиса достоверна Ан-Аби-Салих, они сказали. То есть Ан-Аби-Салих до Абу-Салиха. Абу-Салих привел этот хадис от Малик-уд-дар. Малик-уд-дар вообще неизвестный человек. То есть передача хадиса от неизвестного человека, его постановление в исламе каково, что он слабый. Этот хадис слабый. Затем, да, пришло имя этого человека, что его звали Билал, но имя его, то есть в другом хадисе, имя этого человека, который пришел к могиле пророка, алейхи салату аслам, якобы его звали Билал. Но этот хадис, то есть, что его звали Билал, привел сейфу бну Умар-Ат-Тамими, про которого даже ибну Хиббан, который очень легко относился, то есть не очень легко, но легко относился, мутасахиль говорят про него, что он про тех людей, про которых другие мухадисы сказали, что они слабые, что они говорят вымышленные вещи, он иногда говорил, что да, они достоверные, они заслуживают доверия, то есть про тех людей, про которых другие мухадисы, как ибну Абу Хатим, Абу Хатим, Аз-Зура, ну и так далее, то есть имам Аль-Бухари даже, про которых говорили, что эти люди не заслуживают доверия, иногда ибну Хиббан говорил, что они заслуживают доверия. Но здесь даже ибну Хиббан про этого сейфа, сына Умара Ат-Тамимия, сказал, что он рассказывает вымыслы от людей, заслуживающих доверия. Он приходит к какому-то человеку, сидит с ним, потом говорит, что вот он сказал и рассказывает разные вымышленные вещи. То есть этот сейф, который привел имя Билляля, он единогласно, все мухадисы говорят, что этот человек приводит вымышленные вещи и что этот человек приводит недостоверные вещи. То есть этот хадис не является достоверным. Те мухадисы, то есть ученые хадисоведы, они когда сказали, что цепочка достоверна, они все подчеркнули, сказали, до Абу Салиха достоверна. Но ведь между Абу Салихом есть еще люди, который рассказал от Малику дар. Малику дар неизвестная личность. То есть от неизвестных хадис не берется. И затем этот хадис не является то, что они приводят. Это не является достоверным. А когда хадис недостоверный, он и не является доводом, братья. Но есть достоверный хадис. Умар, р.е. даже если этот хадис посчитать достоверным, то получается, что Умар, р.е. что сделал? Человек, если даже эти хадисы совместить, то получается, что человек пришел к Умару. Умар уже в Сахиху-ль-Бухари есть достоверный хадис, что Умар собрал сподвижников и сказал, когда их постигла засуха, и сказал О Аллах, мы до этого при жизни твоего пророка просили тебя через него мы просили тебя через твоего пророка но уже при смерти пророка после смерти пророка они что сказали они попросили через и через Аль-Аббаса дяди пророка и сегодня мы просим тебя через дядю твоего пророка затем они прочитали намаз то есть намаз через который читается при засухе, чтобы просить дождь они прочитали намаз и Аль-Аббас сделал дуа вот что они сделали то есть они не то что они сделали через пророка они не то что не попросили помощи у пророка они даже через пророка не попросили у Аллаха после его смерти понимаете? то есть если они даже тавассули не сделали не попросили у пророка после его смерти через пророка не попросили у Аллаха дождя тогда просить у пророка что-либо они и подавно не просили никогда и пусть Аллах накажет тех, кто наговаривает на своего пророка то есть, что касается просить у пророка как вообще возможно говорить об этом, когда этого никогда не было то есть, а шейх Мухаммад Абдул-Люхаб говорит то есть, праведные предшественники они порицали тех, кто попытались даже или хотели просить у Аллаха стоя у могилы пророка то есть посчитав, что это место у этого места есть высокое положение, что это место святое и именно руководствуясь тем, что они находятся у могилы пророка просить у Аллаха напрямую это поклонение Аллаху они просят у Аллаха но они выбрали не то место и праведные предшественники они порицали даже таких людей что говорить уже о тех, кто просят у самого пророка после его смерти также у них они приводят другой лжедовод история Ибрахима алейхиссалату ассалам когда был брошен в костер то есть мушрики многобожники разожгли огромный костер и они не могли к этому костру подойти они что сделали они принесли катапульт и с катапульта то есть катапультом бросили его в костер и когда Ибрахим алейхиссалату ассалам летел в этот момент к нему пришел Джибрил алейхиссалам изначально забегая вперед скажу что история не достоверна мы к этому придем но эта история приводится в тафсирах приводится в разных книгах истории и потому что многобожники то есть причисляющие Аллаху сотоварищи люди приводят эту историю поэтому Шейх привел ее и Джибраил алейхиссалам сказал ему аля ка хаджа то есть Ибрахим алейхиссалату ассалам выпущен из катапульта летит Джабраил алейхиссалату сам летит с ним рядом и говорит у тебя есть какая-нибудь нужда и тогда Ибрахим алейхиссалату ассалам сказал к тебе нет никакой нужды и теперь они сказали то есть многобожники если бы просьба помощи у Джабраиля было бы взыванием кому-либо помимо то есть или причисление кого-либо Аллаху субхану алейхиссалату ассалам не предложил бы помощь Ибрахим субханаллах здесь мы снова скажем субханаман таба аля кулуби аада ихи причис тот кто запечатал сердца своих врагов уль-иязу биллях первое история недостоверна то есть эта история приводится в некоторых источниках то есть алимам аль-табари рахима ауллаху тааля приводит эту историю с цепочкой до некоторых сподвижников но он приводит ее как когда Ибрахим алейхиссалату уже был привязан то есть Ибрахим алейхиссалату когда уже был привязан то есть они привязали его и вот здесь Джабраил алейхиссалам как будто к нему пришел и сказал есть ли у тебя какая-нибудь нужда и Ибрахим алейхиссалату сказал к тебе нет то есть и здесь опять же смотря на недостоверность этой истории опять же они еще приводят вымысел они говорят что Джабраил алейхиссалам сказал Аллаху До чего они дошли? Они говорят, что Джабраиль, это в их книгах, братья, что Джабраиль, алейхиссалам, сказал Ибрагиму, алейхиссалату ассалам, попроси у своего Господа. И тогда Ибрагим ответил, мне достаточно знания моего Господа о моем состоянии, чтобы не просить у него ничего. Поняли, Субханалла? Дуа это поклонение. Аллах говорит, Ваш Господь сказал, просите меня, я вам отвечу. То есть посланник Аллах говорит, если кто-то не просит Аллаха, Аллах на него гневается, И вот этот псевдоаскетизм, якобы Аллах и так меня видит, поэтому я зря у него просить. не буду, если надо, он сам поможет. То есть твоя просьба, она уже является поклонением, когда ты просишь. Твоя рабская сущность выявляется непосредственно, когда ты просишь Аллаха, то есть ты вымаливаешь у Аллаха Субханаху Вата'ала. Ла Илаха Иллалах. Фальджаваб. Ответ. Фальджавабу. Анна газа мин джинси шубхат иль уля. Что это из первой же категории? То есть то, что мы сейчас упомянули. Что люди приходят к пророкам. В судный день пророки мы, по-моему, не упомянули этот момент, Субханаллах, я поспешил. В судный день пророки живые или мертвые? Естественно, живые. То есть мы воскрешены в судный день. Все люди живые. Даже более того, в тот день жизнь пророков, она лучше, чем эта мирская жизнь. Потому что это уже последняя жизнь. После нее не будет смерти. А эта жизнь, она как иллюзия. Она, все, она заканчивается. Но та жизнь, когда нас Аллах, Субханаллах, уже воскресит из могил, после нее нету смерти. Она, эта жизнь более реальна, чем наша сегодня грядущая. Поэтому, когда люди идут к пророкам, к Адаму, к Нуху, к Ибрахиму, к Мусе, к Исе, алейхиму салату ассалам, затем к Мухаммаду, алейхи салату ассалам, они идут к людям, к живым людям, которые их слышат. То есть, они их слышат, они могут, они просят у них сделать дуа, чтобы пророки попросили у Аллаха, алейхи субханаху ата'аля, чтобы Аллах, чтобы Аллах даровал покой этим людям, чтобы Аллах освободил их от тягости судного дня. И эти пророки в этот день, они могут это сделать, потому что языки не привязаны, они живые. То есть, человек приходит к живому и просит у него попросить Аллах субханаху ата'аля. То есть, если, а кто может быть более, более праведным, чем пророки. Фаина Джибрилла, алейхи салату ассалам, смотрите, мы лжедовод называем не то, что сама, то есть, сам аят или сам хадис недостоверный, хотя здесь, сейчас этот хадис недостоверный. Мы называем лжедоводы по применению, братья, чтобы вы понимали. То есть, как говорили наши салафы, то есть, праведные предшественники, нимаддалилуа би истидла. Благое доказательство, но скверно применение. То есть, мы говорим именно о применении. Когда мы говорим лжедовод или псевдодовод, то есть, мы говорим о применении. То есть, применение скверно в этом случае. Джабраил предложил Ибрахиму алейхиссалату ассалам помочь ему, то есть принести ему пользу какую-то, которую он может принести. Потому что Джабраил, как сказал Аллах о нем, алейхиссалату ассалам, он сильный, могучий. То есть Аллах даровал ему огромную силу, субханаллах. Если бы Аллах разрешил Джабраилу алейхиссалату ассалам взять этот костер и все, что вокруг этого костра, землю, горы, и бросить это все на восток или на запад, если бы Аллах ему это разрешил, он бы это сделал с легкостью. То есть Джабраил алейхиссалату ассалам Ибрагим, даже если мы допустим, что эта история достоверна, Ибрагим летит в воздухе из катапульта. Джабраил, Ибрагим живой в этот момент? Да, живой. Джабраил алейхиссалату ассалам, когда пришел к Ибрагиму алейхиссалату ассалам, живой? Да, живой. И теперь Джабраил алейхиссалам предлагает помощь, так как он живой, и сейчас ему может помочь, предлагает ему помощь живого, то есть помощь, которую он может оказать Ибрагиму, алейхиссалату ассалам. То есть это вообще никакого отношения не имеет к тому, что мы обсуждали до этого, то есть к поклонению посредством просьбы о помощи. Это не имеет к этому никакого отношения. Если бы Аллах приказал Джабраилу взять Ибрагима и отнести в далекое место от этих людей, то он с легкостью бы это сделал. Если бы Аллах приказал Джабраилу поднять, вознести Ибрагима в небеса, он бы это сделал с легкостью, братья. Поэтому здесь вообще не к месту приведенное доказательство. Не к месту, вообще не к месту. Обычно так и бывает у них. Они разделяют полностью идентичное, как мы и сказали. То есть они сказали, мы же ведь не приобщаем Аллаху со товарищами, мы говорим, ла иляхи иляллах. Наша просьба у этих праведников, у пророка, это не что иное, как просьба заступничества. Ведь мушрики то же самое сказали, их предшественники. Гау ла ишуфаауна инда Аллах. Это наши заступники перед Аллахом. То же самое. То есть то же самое. Но здесь они хотят сделать одинаковым, сделать идентичным то, что абсолютно разное. То, что не имеет никакого отношения к друг другу. Ла иляхи иляллах. И шейх Мухаммаду Абдулуха, брахиму Аллаху Та'аля, приводит пример. Говорит, Это, то есть, Джабраиль, как богатый человек, у которого есть много имущества. Видит другого человека, который нуждается. И он предлагает ему либо дать в долг, либо подарить ему определенную долю своего имущества, чтобы этот человек справил свои нужды. И тот человек, который нуждается, бедный человек, он отвергает помощь и ждет, пока Аллах Субханаху Та'аля дарует ему то, что ему нужно, дарует ему удел. И чтобы в этом дарованном уделе не было, чтобы он не был обязан никому, братья. То есть, это похоже на то, то есть, то, что сделал Ибрагим, алейхиссалату ассалам, и вот этот вот человек, это указывает на упование на Аллаха Субханаху Та'аля. Если бы этот человек, бедный человек, если к нему приходит богатый и предлагает ему помощь, если он берет эту помощь, он мушрик? Нет, конечно, он не мушрик. В некоторых случаях он даже обязан взять эту помощь, он не мушрик. Но здесь, в силу своего упования на Аллаха Субханаху Та'аля, этот человек отказывается и ждет от Аллаха какой-то причины, чтобы ему пришел этот удел, и чтобы он не был обязан никому, помимо Аллаха Субханаху Та'аля. Как можно было провести параллель между этим и между просьбой о помощи у усопших, у мертвых, или же у отсутствующих, который является непосредственным поклонением этим мертвым. Касательно Ибрахима, алейхиссалату Аслам, лимаму Бухарию, раима Аллаху Та'аля, приводит, когда Ибрахим, алейхиссалату Аслам, сказал, Ибрахим сказал мне Аллах, и Аллах лучший из тех, на кого уповают. И теперь Абдуллах ибн Аббас, раду и Аллаху анхума, говорит, сказал это, Ибрахим сказал это, когда был брошен в костер. То есть и Мухаммад, алейхиссалату Аслам, то же самое сказал, когда ему сказали Поистине люди собрались против вас, собрались, чтобы вас убить, но это, и стерегитесь этих людей, остерегайтесь их, бойтесь их. И здесь это лишь увеличило, лишь прибавило их веру, лишь укрепило их веру, говорит Аллах Субханава Та'аля. И они сказали, то есть и посланник, и сподвижники сказали, Аллах Субханава Та'аля, достаточен нам, и он лучший из тех, на кого уповают. И в завершении этой книги мы упомянем вопрос, который, то есть это вопрос, в котором есть огромная польза, который очень важен. И этот вопрос, он понятен из того, что мы ранее упомянули, то есть из всей этой книги. Но вот этот вопрос мы отдельно его обсудим, потому что этот вопрос, он очень важный. Да, он в целой книге, в общем, в этих лекциях он понятен. Но мы сейчас его выделяем, потому что из-за его важности, из-за его высокой важности. То есть то же самое говорит шейх Раима Аллаху Та'аля. Нет разногласия среди ахлю суннаты والджама'а, среди приверженцев пути пророка, и единства, что единобожие, что иман должен быть, что единобожие должно выявляться, то есть должно быть в сердце, на языке и в действиях. То есть это вера. Аль-иман – это убеждение сердца, это слово языка, и это действие конечностями, то есть действие телом. Если что-то из этих трех составляющих, хотя бы одно из этих трех составляющих, если перестанет быть, то есть тогда человек перестанет быть мусульманином. Если человек познал единобожие, но не действует, не выговаривает, как то сделал Абу Талиб, или же не действует в соответствии с этим единобожием, то есть оставил, полностью оставил, все, намаз оставил, все оставил, то этот человек упрямый, то есть этот человек неверный, упрямствующий неверный, этот человек упрямый неверный, то есть его неверие из-за его упрямства. Он знает истину, но не принимает ее, подобно фараону и Иблису, подобно иудеям то же самое, потому что иудеи что сделали? Иудеи знали истину, но они не последовали за ней. Иудеи, Аллах Субхану Ва Та'Аля, когда говорит, «Гойри лмагбуби алейхим», «Не веди нас путем тех, на кого ты разгневался», он имеет в виду иудеев, которые знали истину, про которую Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал, «Те, которым я даровал Писание, они знают истину, подобно тому, как они знают своих детей». То есть иудеи знали истину, но они не приняли ее. Они проявили упрямство. И потому Аллах Субхану Ва Та'Аля их и наказал. Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит касательно фараона, «Каля», что Муса Алейхис Салат Астам сказал, «Каля лякад алимте ма анзаляга уля илля роббус самовати вал арди басаир». Поистине, о фараон, ты понял, ты узнал, что вот эти вот знамения, которые я тебе показал, их не спасал Господь Небес и Земли. И все же фараон не принял. Когда уже фараон был в море, и когда уже при потопе, тогда он сказал, То есть, я уверовал в того, в кого уверовали Муса и сыны Израиловы. Но здесь это ему не помогло. То есть, этот человек знал истину. Если он не знал истину, то Аллах Субхану Ва Та'Аля привел слова Муса Алейхис Салату Асалам и не опроверг их. То есть, Муса говорил от Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Потому что Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал, То есть, с Мусой и с Хароном Я вас слышу и я вас вижу. Поистине, я с вами, когда вы придете к фараону. И Муса говорит фараону, А поистине, ты знаешь, что вот эти вот знамения, их не спасал Господь Миров и Небес. И Аллах подтверждает это, приводя слова Муса Алейхис Салату Асалам. Значит, что значит? Значит, что фараон это знал, но он отверг это из-за высокомерия. А касательно Иблиса, Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, Он отверг, он отверг истину, он отверг то, что ему приказал Аллах и проявил высокомерие. И в этом вопросе очень много людей, говорит шейх, ошибаются. То есть, здесь сейчас шейх, как будто он указывает на людей, которые были в его времена, и которые в наши времена, мы их каждый из них знаем, подобных людей, которые были в его времена, и они говорили, да, это истина, то, что ты говоришь, это истина, и мы это понимаем. И мы свидетельствуем, что то, что ты говоришь, это правда. Да, ты прав. Но мы не можем это сделать, мы не можем совершать то, что ты нам говоришь, мы не можем говорить об этом, потому что люди в нашей стране, люди в нашем поселке, в нашем селе, я не знаю, в нашей республике и так далее, в нашей местности, эти люди не принимают, помимо того, что они уже знают, они не принимают никого, если тот не солидарен с ними. То есть, из-за этого мы не хотим принимать, мы не можем принять, да, мы знаем истину, но мы не можем это принять. Я в Аллахе уверен, что каждый из нас видел таких людей. И шейх указывает на таких людей. Или же приводят другие какие-то оправдания. И этот бедолага не знает, что большинство глав неверия, что они знали истину, но они оставили ее именно путем каких-то оправданий, каких-то оправданий, которые касаются этого мира, которые касаются этой жизни, всего лишь. Посланник Аллаха, алейхиссалатусалам, говорит, Если бы этот весь мир был пред Аллахом, даже с крылышка комара, то Аллах не дал бы неверному испить даже глотка воды. Субханаллах. И вот за этот мир цепляясь, именно за этот мир, за тленный мир цепляясь, эти люди, приводя разные-разные оправдания, меняют его, то есть меняют за этот тленный мир или продают за этот тленный мир вечную жизнь. Уль-Иазу Биллах. Как сказал Аллах, эти люди, то есть неверные, они купили себе за знамения Аллаха, которые он не спасал, купили за эти знамения очень низкую цену. То есть они продали их за низкую цену, эти знамения. Как сказал Аллах, они знают истину, подобно тому, как знают своих детей. Некоторые, да, сказали, что они знают Мухаммада, подобно тому, как они знают своих детей. Некоторые сказали, что они знают, что Кибла, настоящая Кибла, это Микканская мечеть, которая там, Кааба. Они знают это, подобно тому, как они знают своих детей. И это более сильное мнение, последнее. Но в целом все эти мнения, так как Мухаммад есть истина, так как Кибля, мусульман есть истина, и так как истина охватывает и Мухаммада, и Киблю. Поэтому они знают истину, подобно тому, как они знают своих детей. То есть, если человек, первый человек, который знает Тавхид, но отрекается от него в силу своего высокомерия, упрямства, это первый человек. Это уже категория людей, которые, это каферы, то есть, это неверные люди. Вторая категория. Если же он совершает действия согласно Тавхиду, согласно Единобожию, но эти его действия, они лишь видны, они зримые. Он либо не понимает его, либо же не убежден в нем. То есть, это уже лицемер. Человек, который даже не стремится понимать. То есть, естественно, братья, это не значит, что человек должен вам, вы ему говорите, сколько условий, и он вам перечисляет, либо семь условий, либо восемь, либо девять, как то говорят ученые. Нет, понимание Тавхида, это не то, что человек тебе сейчас может какой-то экзамен сдать. Понимание Тавхида проявляется в его жизни, братья. То есть, понимание Тавхида проявляется в его поклонении. Человек, который идет к могилам и совершает Тавах вокруг этих могил, он не понимает Тавхид. Одно из двух. Либо он не понимает, либо он, понимая, продал свой Тавхид. Валия Азубиллах. Теперь. Фа хуа мунафикун ва шарбун миналь кафир ил халис. И этот человек, который зримо, для нас зримо, что он совершает поклонение, что он соответственно с Тавхидом поклоняется Аллаху, но этот человек не верит в Аллаха Субханаху Ата'аля. Этот человек, у него нету этого Тавхида. Он, этот человек лицемер. Аллах Субханаху Ата'аля упомянул в суре Аль-Бакара, упомянул лицемеров, когда кафиров упомянул в двух аятах, Аллах рассказал про лицемеров в 13 аятах. И потому что он говорит, «Оху ашшарбун миналь кафир ил халис». Он хуже, он хуже, он хуже неверного, который вот просто неверный, да, изначально в основе неверного, лицемер, он хуже него. Кама кала Та'аля, инналь мунафикин фиддарки асфали минальна. Как сказал Аллах Субханаху Ата'аля, поистине лицемеры, они будут в низшем слое ада. То есть они будут под кафирами, все, что будет течь с кафира, будет течь на этих мунафиков. Валь-иязу биллах. Просим Аллаха Субханаху Ата'аля не делать нас из их числа. И это очень большой вопрос, говорит Шейх Рахима Аллаху Та'аля. Очень большой вопрос. И ты его понимаешь, если задумываешься о том, что говорят люди на своих языках. Ты видишь человека, который знает истину. Он знает истину, Субханаха Аллах, но он оставляет действие в соответствии с этой истиной. Почему? Потому что либо он боится убытка в этом мире, потому что он предпочел эту жизнь загробную. Как сказал Аллах Субханаху Ата'аля, это потому что они предпочли мирскую жизнь последней. Или же он боится, что его положение уже среди людей не будет таким высоким, как он ожидает. Или же он любезничает с кем-то, или же он ждет от кого-то похвалы. То есть, как в современном языке говорится, он подлизывается к кому-то. А шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Усаймин Рахима Аллаху Та'аля говорит, что ученые трех категорий. То есть, первая категория – это ученые, это правительственные ученые. То есть, шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Усаймин говорит, что первая категория – это правительственные ученые. И он разъясняет, он говорит, они говорят все, что хотят правители. То есть, они смотрят, что нужно правителям и говорят им всё, что они хотят слышать. Вторая категория – это народные учёные. Они возвращаются к своему народу, видят то, что происходит в их народе и делают или же говорят им то, что им нравится. То есть они не порицают то, что совершают их люди, то, что совершает их народ испорицаемого. Они не указывают им на правильное. Они просто плывут по течению. Они подтверждают их ересь и плывут по течению. Это уже вторая категория. И третья категория, как сам шейх сделал дуа, мы тоже сделаем дуа, пусть Аллах сделает нас из них. Третья категория – это учёные ислама. То есть учёные ислама, которые не смотрят ни на правителей, ни на народы. Они смотрят то, что говорит ислам, то, что говорит Аллах и говорят это. То есть они не боятся порицания тех, кто их порицают. И они не ждут одобрения от врагов Аллаха. То есть вот эта вот третья категория – она верная категория. Ты видишь человека, который поклоняется Аллаху, но в его сердце нет ничего. И если ты у него спросишь, что у тебя в сердце, какая у тебя вера, он не знает. Но ты должен понять два аята из Кур'ана, из книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Первый аят. Не оправдывайтесь. Поистине вы совершили неверие после своей веры. Не оправдывайтесь, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Поистине вы стали неверными после веры. Если ты понял, что некоторые из подвижников, которые были с пророком, в походе на Рим, то есть эти люди совершили неверие, стали неверными из-за одного слова, которое они сказали, шутя, играючи. Мы придем к этому, разъясним. Тогда тебе станет ясно, что человек, который говорит или произносит слова куфра, слова неверия, или же совершает неверие, то есть боясь чего-то, боясь какого-то убытка, то есть боясь убытка в своем имуществе, или же подлизываясь кому-то, или же пытаясь угодить кому-то, Субханаллах, его грех больше, его ситуация сложнее. Он ниже того, кто говорит слово, то есть в шутку, и выходит этим словом из религии. То есть если человек, даже шутя, не обратив на это внимание, сказал что-то и вышел посредством этого слова из ислама, то человек, который говорит, дабы не потерять какое-то мирское имущество, понимаете, которое не является ничем, если весь этот мир со всеми этими, со всем этим имуществом, пред Аллахом Субханаллаху Ата'алла, даже не скрыл, скрылышко комара, то о чем говорить уже о чем-то, что имеет какой-то один человек, Субханаллах. И теперь эти люди, они сказали, то есть не один, смотрите, это не все сказали, сказал один человек. Остальные просто смеялись, радовались тому, что он сказал. И поэтому нужно понимать, что тавхид, то есть или же право Аллаха Субханаллаху Ата'алла, с ним нельзя шутить, братья. Один из людей сказал, мы не видели подобных нашим предводителям, в некоторых версиях приводится, что они имели в виду пророка и первых сподвижников, как Абу Бакра, Умара, таких, да, Усмана, Али, что они сказали, что мы не видели подобных им людей, которые были бы такими же жадными, такими же лживыми и такими же трусливыми при встрече врага. И когда они это сказали, один из сидящих сподвижников, другие смеялись, один из сподвижников, в некоторых версиях передается, что это был Ауф ибн Малик, он сказал, поистине ты лжешь, он сказал, и ты являешься лицемером. И он сказал, что он пойдет к пророку, алейхи салату ослам, и сообщит ему. И когда он, Ауф ибн Малик, пришел к пророку, он увидел, что аят был уже не спослан касательно этих людей. И тот человек прибежал. Если ты их спросишь, они тебе скажут, поистине мы просто шутили, играющие шутили у посланника Аллаха. Скажи им, вы шутили над Аллахом, вы издевались, насмехались над Аллахом, его аятами и его посланниками. Не оправдывайтесь. Поистине вы совершили неверие после своей веры. Да, в некоторых версиях приводится, что это уже были лицемеры. Но даже если они были, если бы не были лицемерами, они бы и не говорили такое. Но даже если это лицемеры, они для нас с вами были мусульманами. То есть, так как их действие зримое было исламом. И посланник Аллаха алейхи салату ослам не знал про лицемеров, пока Аллах субханом ему не сообщил про них. И посланник Аллаха алейхи салату ослам в то же время не знал про всех лицемеров, так как Аллах не сообщил ему про всех лицемеров. И здесь этот человек, когда он уже прибежал к пророку, алейхиссалату ассалам, и уже начал цепляться за подпругу его верблюда, как говорит Абдуллах ибн Умар, и начал говорить, я Расул Аллах, о посланник Аллаха, просто мы играючи, шутили, мы не имели это в виду. И посланник Аллаха, алейхиссалату не поворачивался к нему, говорил Вы что, насмехались над Аллахом, его аятом и его посланником? Не оправдывайтесь, поистине вы совершили неверие после своей веры, говорил посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам. И второй аят, который мы должны знать. Тот, кто вышел из веры, тот, кто совершил неверие после того, как он принял веру, то есть он является неверным, то есть человек, если совершил неверие после того, как он стал мусульманином, он выходит из веры. Кроме кого? Аллах, субханава та'аля, ведет исключение. Кроме кого? Илля ман укриха ва кальбуху мутмайинум бель иман. Кроме тех, кто были принуждены к этому, но их сердце оставалось в исламе спокойным, они любили ислам, потому что никто не может принудить человека веровать в кого-то или в что-то. То есть к действию, да, к слову, да, можно принудить, но не к убеждению. И Аллах, субханава та'аля, говорит, Но те, кто раскрыли свою грудь к неверию, то над ними гнев Аллаха, субханава та'аля, и для них у Аллаха приготовлено великое наказание. Залека, почему? Почему они это сделали? Залека би ангаму стахабу лхаята дуния алал ахирах. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь загробной, братья. И Аллах, субханава та'аля, не дал оправдания никому из тех, кто совершает неверие, никому, кроме того, кто был принужден к этому. Кроме того, кто был принужден к этому, но если его сердце оставалось в исламе, так как мы только что упомянули, что сердце никто не может принудить. Твое убеждение никто не может тебе навязать. Но помимо этого, тот, кто совершает неверие, явное неверие, тот выходит из ислама. Если нет принуждения. То есть, тот, кто совершает явное неверие, он выходит из ислама. Одинаково. Если он сделал это, дабы не потерять свое имущество, то есть, он из страха это делает, или же, чтобы угодить кому-то, или же, для, или же, беспокоясь за, или же, любя, можно сказать, свою родину, своих родственников. То есть, ну, они то же самое делают, я не могу от них отойти. То есть, это то, что делали наши отцы. Это у нас дома так происходит. Вот я, вот я со своими людьми. Тогда ты с ними. То есть, если человек даже боится потерять, или же, из-за любви к своему имуществу, к своим родственникам это делает, то этот человек, или же, если он это делает, или же, или же, по другим каким-то причинам, кроме того, кто был принужден. То есть, смотрите, братья, в неверии ничто не является оправданием, кроме принуждения. В явном неверии. Чтобы сказать, что Аллаха не существует, или чтобы сказать, что посланник Аллаха, алейхи салату салам, принес неправильную религию, или помимо этого, или чтобы сказать, что Кур'ан не является речью Аллаха, не существует никаких причин, братья. Аят, который мы сейчас упомянули, он указывает на это с двух сторон. Первая сторона. Кроме тех, кто был принужден. Аллах не исключил никого. То есть, когда Аллах сказал, те, кто совершили неверие после их веры, Он не исключил никого, кроме того, кого принудили к этому. И известно, что человека нельзя принудить. То есть, человека можно принудить лишь к слову, лишь к действию, но к убеждению его принудить невозможно. То есть, человек не может быть принужден верить во что-то. Это мы уже говорили. Вторая сторона. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней. То есть, совершили неверие, потому что они предпочли мирскую жизнь последней. Например, как фараон, который предпочел не потерять свое королевство. Или же, как Абу Талиб, который уже уходил из этого мира, но когда ему сказали, Ты что, хочешь оставить религию своего отца? Последние слова, которые пророк, алейхи салат аслам, и сидящий вокруг Абу Талиба, услышали, это были что он на религии своего отца. И человек оставил, то есть, человек, будучи убежденным в единобожии, не сказал Просто мы на прошлых уроках обсуждали этот вопрос, и мы не будем сейчас долго о нем говорить. То есть, не сказал из-за действительности тленного. То есть, человек и так, и так, сейчас умирает, братья. Он умрет. Он боится, что после его смерти люди будут говорить, что он оставил религию своего отца. Хорошо. Тот человек, который хочет сейчас прожить, совершил неверие. То есть, тот фараон, например. Он более разумен, чем тот же Абу Талиб. Скажу почему, братья. Потому что фараон, когда совершает неверие, я не говорю, что его действие правильное, мы сейчас говорим относительно. То есть, относительно друг друга, кто из них более разумен. То есть, смотрите, фараон, когда совершает неверие, у него есть богатство. Он хоть один день, хоть два дня, то есть, может быть, даже 10 лет, этот человек может пользоваться этими мирскими благами. Но Абу Талиб сейчас лежит на смертном адре, и он не может пользоваться ничем. И то имя, которое он после себя оставляет, ему не принесло никакой пользы. И Аллах Субхану Ва Тааля ясно сказал, что неверие, которое они совершили, или же наказание, которое им будет, что это не из-за того, что не из-за их убеждения, или же не из-за их невежества, или же не из-за того, что они не любят религию. Как мы понимаем, если ты не любишь религию, вот тогда ты становишься неверным. Нет. Не любить религию — это уже отдельный куфр. Или же любя неверие. Представьте, человек любит неверие. Человек любит бывать в церкви. Он уже становится неверным. Ему не нужно дальше ничего делать. Поистине причина того, что они совершили неверие, это их доля в этой жизни, которую они не хотели потерять. Аллах лучше знает. И они предпочли эту жизнь религии Аллаха Субхану Ва Тааля. Когда сталкиваются Дунья и Дин, то здесь мало кто проходит это испытание. Прошу Аллаха Субхану Ва Тааля, чтобы он сделал нас из тех, кто пройдет это испытание, получив довольство Аллаха и достойно. Ва салаллаху ассаляму аля Набиина Мухаммад и аля алихи и ассаби и аджмаин ва ман таби'ахум би иссанин иля яумиддин. Продолжение следует...